Друзья, всем привет! Сегодня будем торты тестировать. Будем дорогой тестировать, но, конечно, дорогой здесь уже весь его посъели, я вам так скажу честно. Вот он, вот этот дорогой торт, ну, примерно вот так вот выглядит, если кому видно будет. Шоколадный этот торт. Он стоит 350 рублей. Этот стоит 350 рублей. По размеру они, в принципе, что дешево, что дорогой, не одинаковые. Чем дорогой, он режется лучше, во-первых, и он чуть-чуть повкуснее. Вот этот торт идет безе, он идет уже за 140. Вот за 140, то за 300 рублей. Вот за 140, сейчас я вам еще раз. Вот этот за 300. 300 даже, то ли 350, то ли 300, ну, короче, за 300 с чем, да. Вот этот. И мы сейчас, друзья, их сравним. Вот этот вот торт за 140 вообще вот отрезать вообще было нереально. Он весь крошится, сыпется, вот. Может, из-за этого то, что он крошится, сыпется, может, он просроченный идет, из-за этого вот цену снизили. Я не знаю, друзья. Думаю, сейчас вот этот дорогой сейчас будем пробовать. Ну, нормальный торт. Крем, все как надо. Вот даже крошки шоколада, крошки шоколада имеются. Дорогой торт нормальный. Блин, что-то мне все падает с рук сегодня. Да, действительно нормальный. Он как бы с повидлом идет еще. С повидлом. Дорогой торт нормальный. Сейчас мы дешевый попробуем. Дешевый идет безе. Ну, безе, безе, не безе, не безе, но написано, что безе. Кстати, как говорится, можно все. Про дешевый торт, что я хочу сказать, что он, понимаете, видно, что он на полке уже стоял давно, и он немного суховатый. Вот этот дорогой торт, он не суховатый вообще. Вот вы его едите, креп, все ощущается, все вообще бравый. А вот смотрите вот на этот торт, он уже свойства свои потерял. Он, видать-то, при лавке долго уже стоял, и из-за этого его так сценили. Но когда он, наверное, новый был, его продавали, наверное, дорого. То есть он вообще сухой, вы когда едите, у вас все сыпется, все упадает. Ну, хочу сказать, что он тоже вкусный. Ну, суховатый, конечно, но вкусный. Сейчас что-нибудь, дорогой попробуем. Это не я, конечно, покупал этого матери сегодня, день рождения, и она как бы себе два торта купила. Я, конечно, не хотел тестировать, но есть такая возможность, надо все тестировать, и побольше еду снять. Недорого, он получше торт чуть-чуть. Вот по вкусу, что сказать. Не знаю, если кому нравится за сухой торт, если вот кто не любит, например. Мне вот этот торт дешевый, видно, что он какой-то, понимаете, это стоял, видать, долго на прилавке. Ну, какой-то уже, ну, не такой, что ли. Но бывают торты вот в магазине уцененные. У нас даже такая ситуация была один раз давно, я еще на диске жил. И как бы там уцененный торт отдали нам. И он почти вот такой же был. Сухой весь сыпался. Сухой реально, крем почти не ощущается, вот сухой. Прям не торт, а просто какой-то, понимаете, как будто будет крем взяли и засушили. И ощущается вот это вот в дорогом торту, сейчас я вам расскажу, что ощущается. Ощущается сам торт. Сам торт, начинка, все ощущается. А вот в дешевом вообще ничего нет, как будто просто крем засушили и все. Чай вкусный. Ну, не знаю, может кому-то будет интересно. Сейчас я вам покажу еще раз. Вот он, вы его трогаете, он вообще легкий-легкий. Вот такой торт, друзья. Просто там крем идет. Вот как зефирка есть, вот не зефирка, как бы сказать, без этого, как он. Блин, ну сухость одна, короче, засохшая. Вот как взять зефир, например, засушить. Зефир взять и засушить. Вот просто зефир, если кто любит такие печенья зефирные, круглые, белые продаются. Взять вот зефир вообще, засушить на неделю-две, он будет сухой весь. И вот это тоже так же тут. Вот это сухой зефир, вот реально. Не ощущается даже вот этого самого торта, как будто не торта, а просто какой-то зефир засушенный. Вот взяли зефир засушенный и просто кремом облепили сверху, вот и все, вот, весь торт вам. Вот чем он лучше дорогого, сейчас я вам скажу, то, что дорогой, вы едите, он какой-то сильно сладкий. Он сильно сладкий, сильно приторгнул, так скажу. Вообще, ну, он браво, торт все вкусный, но его иногда, вы когда две-два кусочка уже едите, вы его уже, второй кусок просто есть не сможете, то, что там начинка повидла идет или, ну, повидла какая-то, и через чур, понимаете, острый что-то. Ничего, блин, острый, через чур сладкий. Ну, тоже нормально, чур, просто торт снял, поел. Бабар сказал. Да, вы когда едите, он вообще такой приторный, прям сладкий-сладкий, из-за этого торты не люблю. Он через чур сильно приторный, вам как-то, понимаете, ну, не браво становится. Вас не тошнит, ничего, просто как-то, понимаете, ну, не браво, через чур сладко тоже, когда едите. Вот этот торт, он, ну, видать, уже срок годности вышел, из-за этого, и так продать за 140. Да, я думаю, все равно это неправильно, если торт срок годности выходит, ну, надо рублей хотя бы за 80 продавать, а они за 140. Ну, видать, когда он новый был, он тоже 300 рублей стоил. Ну, сейчас торты так и стоят 300 рублей. Вот и такой торт. Его резать вообще невозможно, если честно. Он, видите, видите, ломается, крошится. Его резать вообще, ну, нереально. Мы его пытались резать, он весь рассыпался. Вот этот торт, вот этот торт, сейчас я вам покажу. Вот вот этот. Он все нормально, хорошо режет, все нормально, все. Но он тоже чересчур, чересчур вообще сладкий. Фу, я уже второй кусок вот этого, я когда еще до видео снимал, ел вот этот. Что-то мне вообще как-то плохо уже. Не, ну, конечно, мраво торт поесть, нормально, мне нравится. Торт хороший, но... Вот этот дешевый торт, он может, ну, не всем понравится, потому что, ну, реально, сыпется весь, сухой весь. Вот как зефир засушенный, будто бы, и все. Из-за этого его, наверное, и продали так дешево. Но его и все, реально невозможно. Конечно же, в этой победе дорогой торт выигрывает, потому что дешевый, он дешевый, потому что там, видать, на прилавке он долго стоял. Так что, друзья, сегодня в нашей рубрике мы сравнивали два торта. Один дешевый, другой дорогой. Дешевый, конечно, проиграл с треском, потому что он весь был засохший, уже пересохший, даже можно сказать. Ну, безе, я не знаю, что такое безе, но... Это как зефир засохший. Не знаю, его есть просто вообще, ну, можно почему, если не быть привередливым. Его, конечно, можно есть, но... Он сухой вообще, вот, крем даже, ну, он как бы ощущается, но не так сильно. В дорогом торте присутствует вот этот шоколад. И он, можно сказать, вкуснее. Так что, друзья, если вы увидите в магазине в Абсолюте где-нибудь такие торты, 140, не покупайте. Он вам не понравится, потому что он сухой вообще весь. Да, с виду он выглядит красиво, с виду он внешность его обманчивая, сразу скажу. Ну, ну, реально обманчиво, вы его отрежете, он резается, во-первых, он весь посломается. И вот такой торт, если вы увидите с черной крошкой, еще роза будет такая, то, конечно, покупайте он нормальный торт, вообще вот... Ну, любые все торты, я думаю, если вы какие будете покупать, они все будут чеш-чуть сладкие, приторные, их тоже много, если нельзя, вот я сейчас поел. Больше я их вне есть не буду. Что-то мне не уходит. Так что, всем пока, друзья. Вот такое у меня видео получилось. Сравнил два торта. Может, кому... Следующее видео, если кто хочет, вот кто хочет, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, я буду видео снимать. Расскажу, как стать видеоблогером, вообще все нюансы, все расскажу, все, что нужно вам для видеоблогера, чтобы вести свой YouTube-канал, снимать влоги, если кто хочет. Если вы хотите, я сниму, у меня есть чуть-чуть небольшой опыт, я с вами поделюсь, если кто хочет. Так что, всем пока.